Матч начался для сургутяна бескураживающе. Казанский «Зенит», многократный чемпион страны, обладатель всех титулов в российском и международном волейболе, сразу же ушел вперед и по ходу первого осета только наращивал свое преимущество. «Газпром Югра» за стартовый отрезок сумел набрать лишь 10 очков. Такое ощущение, что они не верили, что мы можем не то что выиграть сегодня у «Зенита», а навязать борьбу «Зениту». Конечно, мы понимали, кто на той стороне площадки находится. Мы понимали, что, может быть, шансы у нас не такие большие. Во второй партии до первого технического перерыва шла равная борьба, а затем «Зенит» вновь подобрал ключи к успеху. Более опытные спортсмены раз за разом угадывали направление ударов сургутян, закрывали атаки блоком, успешно действовали в защите. 25-17 соперник повел в счете 2-0. В третьем партии, да, они вышли уже, я так понимаю, что когда уже поняли, что если уж не игру в игре, хотя бы свое лицо сохранить, и хорошая, ровная игра была в середине партии. Третий сет стал лучшим в исполнении сургутской команды в этом матче. В середине партии главный тренер «Газпром Югры» Рафаэль Хабибуллин получил красную карточку за разговоры и покинул тренерские мости под возмущенный гул трибун. Это не могло не вызвать в коллективе эмоциональный подъем. Тренеру Хабибуллину не занимать хитрости, да, красная карточка там немножко всплеснула команду, вот, и команда стала меньше ошибаться на подаче, навязала немножко борьбу, вот, но должны ребятам вовремя собрались. Сургутяне вышли вперед, но ближе к концовке главный тренер «Зенита» Владимир Олеговна выпустил отдыхавших до этого лидеров команды Максима Михайлова и Александра Будькова. За счет их опыта казанцы вырвали победу и в третьей партии 25-19. Соперники увезли Сургута три очка. То, что хотел, я получил от матча. Мне о результате, в общем-то, говорить не стоит, а настрой, тот, который нужен был мне после полутора месяцев жизни в самолете, вот, и пребывания на северной земле, вот, на тот настрой и выплеск, скажем, инвестиций, энергии я получил. Я очень доволен и рад за ребят. Следующий матч «Газпром-Югра» проведет в рамках Европейского Кубка Вызова. Сургутяне в среду, 17 января, примут на своей площадке Нидерландский Орион. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.